Доброе утро. Новости продолжает эфир канала Хабар 24. В студии работает Вера Захарачук. В областном центре Кукшетау растет количество парковок для инвалидов. К слову, они управляют 16 автомобилями. И в этом им помогают более 70 дорожных знаков. Также на 24 перекрестках установлены говорящие светофоры. Параллельно продолжается работа по адаптации объектов, куда беспрепятственно смогли бы попасть лица с ограниченными возможностями. Все это вкупе облегчает жизнь тех, кому непросто выйти из дома и проявлять активность. Из 29 тысяч людей с особыми потребностями, проживающих в Акмолинской области в безбарьерном доступе в различные учреждения нуждаются более 9 тысяч человек. Почти 1700 объектов в регионе уже адаптированы под них. В числе таких скоро будет и областное управление координации занятости и социальных программ. Здания, куда чаще всего обращаются люди с ограниченными возможностями, сейчас на капитальном ремонте. Органы пенсионных выплат, там тоже у нас адаптация проводится. По новым СНИПам все должны быть, с адаптационными мероприятиями должны быть. Если вы сейчас обратите внимание, в нашем городе строятся дома, то везде они то подъемники ставятся, то ставятся пандусы. В этом году в регионе трудоустроены 525 людей с особыми потребностями, но вот добраться на работу им не так-то просто. У нас нет автобусов адаптированных под инвалидов, именно под коляску. И автобусы тоже не предназначены. И остановки тоже не приспособлены. Вот, хорошо, что есть вообще инвотакси, но все равно надо инвотакси заказывать заранее, за один день вперед, потому что таких, как мы, людей много, еще дети есть. Всего 14 автобусов Кукшетау приспособлены для перевозки лиц с ограниченными возможностями. Их требуется закупить больше. Этот вопрос, как и другие, на контроле Акимата. Там многие уже на стадии исполнения. Одина Смогулова, Анатолий Поляна и Бенишин-Каренко, Акмолинская область, Хабар-24. Более 2000 акмолинских учителей обучат латинской графике. Это не только филологи, но и физики, математики и другие специалисты. Для этого в Институте повышения квалификации уже подготовлены специальные тренеры. Стартуют занятия уже с Нового года. Изучать латиницу одновременно смогут 500 педагогов. Для них подготовили 13 оборудованных кабинетов, интерактивные площадки, интернет и широкий спектр методических пособий. Для учителей из отдаленных районов предусмотрены выездные лекции. На сегодняшний день у нас подготовлено 5 тренеров. Это 3 преподавателя по казахскому языку, 2 преподавателя по начальным классам. Так как в первую очередь с 2020 года переход начнется именно с предшкольных классов, а также с 1 класса. И потом до 2025 года будет поэтапный переход. Каждый год будут по одному или по 2-3 класса присоединяться. На Канаду обрушились сильные снегопады. Местами в стране выпало до 3-х месячных норм осадков. Так, в Новой Шотландии высота снежного покрова уже превысила 25 сантиметров. А в городах Монреаль и Квебек-Сити выпало от 10 до 15 сантиметров снега. При этом осадки не прекращаются. В результате разгула стихии во многих аэропортах отменены или задержаны сотни авиарейсов. На дорогах увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий. В городах на борьбу со стихией выведена вся имеющаяся в наличии снегоуборочная техника. На помощь коммунальщикам вышли местные жители, которые самостоятельно расчищают тротуары в жилых районах. Пропавшая у берегов Аргентины подлодка Сан-Хуан найдена. Об этом сообщают в военно-морских силах страны. Субмарину в Атлантическом океане на глубине 800 метров обнаружила частная американская компания Ocean Infinity. Напомню, подводная лодка перестала выходить на связь 15 ноября прошлого года во время перехода с военно-морской базы Ушуая в Мардельплата. На ее борту находились 44 человека. Спустя две недели спасательная операция была прекращена. При этом поиски самой подлодки продолжились. В Берлинской государственной библиотеке открыли Центр казахстанской культуры и литературы. Отныне немцы, интересующиеся Казахстаном, смогут читать наших авторов на языке йота. Также будут доступны книги на казахском, русском и английском языках. Проект реализован в рамках программы «Рухани Жангру» Национальной академической библиотекой совместно с Союзом писателей Казахстана при поддержке Минкультуры и спорта нашей страны. Подробнее в материале нашего собственного корреспондента в Германии. Шолпан Нейманбаевый. Берлинская государственная библиотека была основана в 1661 году и считается одной из крупнейших в Германии. Здесь хранятся более 10 миллионов книг. От древнейших рукописей до современной фантастики. Теперь уникальная коллекция пополнится и нашей литературой. Более 200 книг из Казахстана уже в ближайшие дни появятся на полках Берлинской государственной библиотеки. От классики до современной литературы. Национальная академическая библиотека передала в Берлинскую книги самых разных жанров. Отныне немцы смогут познакомиться с творчеством великого Абая, а также прочесть произведения Сакена Сейфулина, Абиша Кикельбаева, Немата Келембетова и многих других именитых писателей и поэтов Казахстана. А те, кто интересуется историей независимого Казахстана, смогут найти книги под авторством президента Нурсултана Назарбаева. Кроме того, будут представлены энциклопедии о культуре, традициях и обычаях казахского народа. Это 25-я страна, где мы открываем свой центр, знакомим наши дружественные страны, как сегодня Германия, с нашей историей, через литературу, через культуру. Мы можем гордиться сегодня тем, что оставили след в Германии, след литературы, след поэзии. И самое главное, что через литературу они познают нас, казахов, нашу историю, нашу современность. Наша библиотека всегда работает для того, чтобы сделать литературу азиатских авторов ближе к немецкому читателю. Для нас большая честь, что мы получили в подарок от Казахстана более 200 книг. Но самое приятное, что многие книги мы получили из рук самих авторов. Отмечу, немецкие читатели очень интересуются другими культурами и иностранной литературой. А учитывая, что часть подаренных книг представлены в немецком переводе, считаем, что книги будут пользоваться большим спросом. На открытие Центра казахстанской культуры и литературы в Берлин приехали яркие представители творческой интеллигенции Казахстана. Наши писатели и поэты подарили свои книги в фонд Берлинской библиотеки. В этот же день прошли две большие презентации. Драматург Бенгали Алимжанов представил три своих сборника. А писательница Саулет Дошан презентовала в столице Германии книгу «Мое чужое сердце» на немецком языке. 8 августа 2013 года в Казахстане впервые была проведена операция по пересадке сердца. Ее проводил Юрий Владимирович Пя. Это событие показывает, каких достижений достигла казахстанская медицина за годы независимости. Чтобы эта новость не осталась просто в журналах и газетах, я решила написать произведение. Эта книга уже переведена на английский, немецкий, а в скором времени увидит свет и на корейском языке. Национальная академическая библиотека Казахстана и Берлинская государственная хотят и далее тесно сотрудничать. В планах подписать меморандум, обмениваться опытом и, конечно, продвигать казахстанскую литературу в Европе. Шолпан Найманбаева, Милослав Лавриновский, Хабар, 24, Германия. 14-й международный кинофестиваль Шакина Айманова открылся в Алматы. Церемония состоялась в Театре драмы имени Мухтара Уэзова. Фестиваль собрал гостей со всего мира. В течение пяти дней зрителям будут представлены лучшие образцы современного мирового и отечественного кинематографа. И впервые в рамках кинофестиваля состоится конкурс фильмов тюркоязычных стран. Подробнее расскажут наши корреспонденты. Красная дорожка и вспышки камер. Так встречают именитых гостей на любом кинофестивале. Это устойчивая мировая традиция гостеприимства. В остальном фестиваль не похож на другие. Он без гламура и глянца, говорит организатор мероприятия Ермек Турсунов. Это рабочий фестиваль, понимаете, потому что на него мы пригласили людей, которые реально сегодня работают в кино. Потому что сейчас такое время, настало время генералов, которые никогда не стреляли из пушек. Эти люди в окопах, это люди-солдаты. На этом фестивале будет демонстрироваться настоящее кино. Этот фестиваль наследник звезд Шакена, в котором участвовали казахстанские дебютанты. Открывали новые имена и помогали молодым становлении. Нынешний фестиваль проходит в новом формате. Мастер-класс от зарубежных метров и большая конкурсная программа. Она состоит из трех разделов. И каждый из них носит название известных картин Шакена Эманова. В конкурсе «Перекресток» участвуют мировые полнометражные картины. «Мы здесь живем» – это смотр отечественных лент. Кстати, победителю будет вручена национальная премия «Клагер». А вот «Земля отцов» – это конкурс фильмов только тюркоязычных стран. Этот мир тюркоязычный, он великолепен. И вы сами увидите в этом конкурсе сейчас подобраны самые лучшие фильмы именно тюркоязычного мира. И вы получите огромное удовольствие. Я думаю, и другие страны, тюркоязычные страны, последуют этому примеру. И обязательно в каждом кинофестивале, который проходит в тюркоязычных странах, будет программа тюркоязычного кино. Всего изъявили желание участвовать в кинофестивале 300 претендентов из 90 стран. Но отбор был очень жестким, поэтому на суд зрителей и жюри будут представлены 45 профессиональных картин. Обещает быть интересная и разнообразная и вне конкурсная программа. Шедевры мировой классики, современные ленты-призеры международных фестивалей, ретроспективы казахстанских и зарубежных мастеров кино. Кстати, просмотры будут проходить с их личным участием. Все фильмы кинофестиваля будут бесплатно демонстрироваться в кинотеатрах Алматы. Алма Уразбаева, Ирлан Абжанов, Алматы, Хабар-24. «Игра престолов», «Титаник», «Пираты Карибского моря», саундтреки из самых знаменитых кинофильмов, а также всеми известные эстрадные хиты – все это под аккомпанемент казахских народных инструментов. В Павлодаре с успехом прошел концерт оркестра имени Рустимбека Амарова. Озвучание древних инструментов придало мировым хитам особую мелодичность и необыкновенный колорит, говорят зрители. Этим необычным выступлением павлодарские музыканты открыли в Прииртышье новый концертный сезон. Репортаж Салуата Тимирбулатова. Зрители раскупили билеты на концерт народного оркестра почти сразу, как только появились первые объявления. Хватило одной информации в социальных сетях, так что организаторам даже не пришлось печатать афиши, говорят местные филармонии. Концерт экспериментальный, потому готовились к нему музыканты долго и основательно. Когда зазвучала мелодия из самого кассового в мире сериала «Игра престолов», зал буквально взорвался от аплодисментов. То же самое произошло во время исполнения саундтреков из легендарных «Бригады» и «Титаника». Звучание этих древних казахских народных инструментов придало известным на весь мир композициям особую мелодичность. На одной сцене для зрителя одновременно сыграли около 70 музыкантов. Как признались в администрации областной филармонии, самым сложным при подготовке концерта это было найти качественную партитуру. Этим необычным выступлением оркестр имени Рустимбек Амарова открыл свой новый концертный сезон. Они просто выполняют что-то невыполнимое, потому что на самом деле, если это играет симфонический оркестр, совсем по-другому звучит. Но это казахский народный оркестр. Поэтому я думаю, что все было на высоте сегодня. Павлодарский оркестр имени Рустимбека Амарова показал очень высокую планку, высокий профессионализм и академизм. Поэтому этот оркестр надо уже выводить за пределы республики. Павлодарский оркестр казахских инструментов под руководством талантливого дирижера ученика легендарного Нургиса Тлендиева Талгата Каримова, один из самых молодых в Казахстане. За 10 лет существования в репертуарной копилке коллектива собралось огромное количество самых необычных произведений. А сами музыканты никогда не боятся экспериментировать. Концерт на самом деле был очень крутой. И продумали так, что было интересно людям разных возрастов. И моего возраста, и старшему поколению. Я просто в восторге, как можно на Домбре вот это все воспроизвести на наших музыкальных казанских инструментах. Я просто очень получила такой хороший заряд энергии, бодрости. Самый большой концертный зал Павлодара вмещает всего около тысячи зрителей, потому попасть на экспериментальный концерт смогли не все желающие. После ошеломительного выступления зрители попросили музыкантов еще раз повторить эту необычную программу. Из Павлодара, Салаватимир Булату, Самат Аспанов и Алексей Милинский. Хабар 24. Больше интересной информации ищите на нашем сайте 24.kz. А я с вами прощаюсь. Вам хорошего выходного дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова